Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, эмиссия и учет которой выполняется децентрализованной платежной системой полностью в автоматическом режиме, без возможности внутреннего или внешнего управления. Принципиальной особенностью криптовалюты является сохранение информации в блокчейне, где асимметричное шифрование используется для проверки полномочий. Первой криптовалютой стал Биткоин, созданный из Сатоси Накамата в 2009 году. Криптовалюты не имеют центрального органа управления, все операции проверяются сетью участников. Каждый блок имеет криптографическую ссылку на предшественника, что дает невозможное изменение информации в одном блоке без необходимости внесения изменений во все последующие. Поэтому подделать или отменить запись невозможно или слишком затратно. До июля 2013 года программное обеспечение всех криптовалют помимо XRP, Ripple. Базировалось на коде системы Биткоин. Затем стали появляться независимо разработанные платформы с дополнительными функциями. К таким криптовалютам относятся BitShares, MasterCoin, NXT, анонсируются также и другие платформы. В криптовалютах нет принудительного возврата платежей, потому что нет администрирования. Средства не могут быть принудительно заморожены или изъяты без доступа к частному ключу владельца. Однако есть возможности заключения сделок с участием посредника, когда для завершения или отмены сделки требуется согласие всех или произвольных двух сторон. Участники сделки могут добровольно-временно взаимно блокировать свои средства как залог. Как правило, у криптовалюты есть верхняя граница общего объема эмиссии. Однако в некоторых криптовалютах, таких как BipiCoin, NovoCoin, ZivCoin и других, отсутствует фиксированная верхняя граница общего объема эмиссии. И возможно как-то эмиссия за счет имеющихся накоплений тактии деэмиссии, путем обязательного уничтожения небольшой фиксированной суммы в каждой транзакции. Все криптовалюты используются псевдонимно. Содержание транзакции открыто, не шифровано, но у них есть информация только о номерах счетов и нет информации об объемах этих счетов. Однако личность пользователя может быть установлена, если необходима дополнительная информация. Ведутся разработки, где планируется заменить все данные анонимностью. То есть не будет видно, кто за счетом стоит, но тем не менее эти данные будут где-то хранены.